всем доброе утро нахожусь до сих пор в алмате на улице очень-очень тепло скажу жарко в горах весь сел аккумулятор в камере спускались так на телефон фотографии сделаю ставочки сверху не знаю снизу сделаю потом поехали друзьям шашлычки пожарили бискаря попили отдохнули сейчас следующее утро взяли детей лениных детей едем в парк президента назарбаева детей зовут это богдан а это настя сейчас поедем в парк президентах гулять и кататься и кормить белочек лёня пошел покупать орешки я рекомендовал купить кедровых орешек да я тебе дам камеру поснимать кедровых орешков порекомендовал белки в питере мы корм белки от них без ума а вот на отключимся уже в парке президента ну естественно президента назарбаева идем сейчас парк президента машину поставили вот там там купили белочкам орешки и внизу такая речка красивая вода очень-очень холодная на улице тепло даже даже очень тепло шли шли и наконец пришли вот вход сам парк президента климат конечно в алматы офигенный зимой не ведут парк первого президента к республике казахстан нур султана абишевыча назарбаева открыт 1 07 2010 года поющие фонтаны знаки зодиака ну это как объяснили поющие фонтаны ну естественно зимой они не работают поющие фонтаны знаки зодиака это памятник президенту отцу нации заходим в такой лес сосновый ищем белочек чтобы покормить орехи разбросаны значит белки есть в этом лесу орешки для белки орехи а орешки ореха и ореха Алматинские тиктоферы. Аккуратно, скользко, там не бегайте по тему. Белки сыты. У них кормушки все полные орехов. Мне интересны наши орехи. Нагулялись по парку, дети пить захотели. Взяли им такой чай холодный. Ну и сами себе кофеечек. Сейчас кофе попьем. Тогда не надо. А ты уже оплатил его, да? Нет. Кофе так и не взяли. Взяли только водички. Ожидание кофе 20 минут. Такое ощущение, что они куда-то бегают, покупают и перепродают. Это на самом деле всего лишь один ларечек в парке. И очень большая очередь. Все хотят кофе попить. Поднялись на верхнюю беседку. самая верхняя точка этого парка. «Папа, можно с тебя взять?» Спрашивай. «Папа, а что ты любишь?» «Я?» «Я вас люблю. Лыжи и дайвинг. И мамочек. Собак наших тоже люблю. Спрашивайте еще. «А вы любите своих питомцев?» Конечно, люблю. Это же питомцы. Мы за них отвечаем. Очень сильно любим. А вы знаете, какие у нас питомцы? «Нет». А, у нас есть две собаки большие. Морские свинки. А еще рыбки. И вот еще два маленьких питомца. Вот одна маленькая свинюшка. «А вы любите наш город?» «Да, у нас очень красивый город. Видишь? Сними вокруг, какой он красивый. А вы любите дома?» «Дома?» «Да, дома любим. Особенно свой». «Вы любите горы?» «Да, очень любим горы. Любим туда ходить. С палаткой. И с собаками. И с детишками. Держи. Пойдемте. Выключай запись». «Спустились в беседки». «Я же так бегаю. Каждый день, каждое утро». «Встретили Олю». «Привет. Что там? «Вечная связь?» «Да». «Больше выкладывать?» «Привет. Как тебя зовут?» «Так, шапку надень. «Друг». 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 «Это мои одноклассники. Леня и Ольга». «Мы с первого класса вместе». «И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе». «Дружим до сих пор, спустя много лет». «Настя устала снеговика тащить». «Что ты ему ручки делаешь?» «Это голова снеговика». «Минусы». «Эй!» «Это я». «Почему?» «Я делала снеговичка». «А там идет Вика с мужем и с ребенком. Я вам фотографию вставлю. Она приезжала полтора года назад в Питер ко мне, еще без ребенка. Олина дочка. Вика». «Вот они идут». «Поимонные шарики идут». «Едите, откуда у вас дети, где вы их взяли». «Привет, спасается, поздравляет тебя». «Привет». «Артем, Леонид». «Константин». 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 «Привет». «Теперь в Алма-те». «Привет». «Это видеоблокон?» «Да». «Посмотришь потом». «Хорошо». «Костика можно снимать?» «Костика можно снимать?» «Да». «Уже, наверное, можно». «Костик спит». «Корется, ему». «На свежем воздухе». «Да». «Это Артем только у меня. Тут написано, что это дерево посадил президент Нурсултан Назарбаев». «Здесь написано». «Дерево посадил президент». «В 2001 году». «Солнышко уже сходится. Попрохладнее стало. Где-то плюс семь, плюс восемь. «Константин Артемьевич». «Расскажу, расскажу». «Кидаем это прекрасное место. Парк президента Назарбаева». «Будете в Питере?» «Пишите». «Тоже увидимся. Только летом обязательно. Зимой там очень холодно». «Летом это в сентябре, да?» «Да». «В августе». «У нас же в Питере полгода холодно. Полгода очень холодно». «Все, приятно было увидеть вас. Пока-пока». «Вот сейчас пойдем в кафе покушаем. Дома только запрятали. Приехали в ресторан. Называется «Павлин-мовлин». «Какой такой павлин-мовлин?» «Леня Наврет сюда подъедет, а Айнурка сейчас приедет, тоже моя одноклассница. И Ольга сейчас подойдет, машину паркует. Пойдем покушаем. Говорят, шашлык здесь очень вкусные. » «Павли-малер». «Снова так же компания. Расставались, расставались, и не расстались. заказали ташкинский чай и салат север правда объем салата в три раза больше чем у нас питере я знал что такой большой объем я бы салаты стал заказывать лагман еще принесли тоже лагман порция такая очень большая я думаю на разряду заказал так много это большой будешь лет как дела покидаем это замечательное место покушали так думал приеду похудею килограмм на 5 мне кажется я приеду 5 килограмм только наберу чай попить полный стол болсаков лёня дома там накрыл тоже стол уже не винегрет готовят завтра увидимся все я должен еду в сторону дома все всем пока до завтра всем доброе утро думал уже снимать не буду завтра улетать сегодня приехали на 8 озер тут какой-то спа-отель парк нас посмотрим летом есть электрические гольф-кары ездят зимой такие теплые комфортабельные автобусы вот расходим зоопарк спа работает с 11 15 минут до открытия есть рога это из настоящих сделано до такого кабана встречишь хрен свалишь от него вот это в горах видели с орал там что ежели сестрица и петь вы мастерица гордый орел дикобраза о разговаривать умеет ничего не даете есть зачем копаешь так хрюкрут спят как вы господа дурно пахните пойду коленю сходи целое ведро кукурузы венок и веселый кабан мини кабан что у вас завтрак да братан 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 братья твои носороги привет смотри отогнет камеру такой а он там второй друг угости меня дай покушать дай покушать дай камеру подержать тебя как зовут вот белая лисица черная лисица жене наворотник берега этого наворотник лучше взять жирный ленивый жирный ленивый еле идет страус страус черную лисица все мелкие нервы прям как в деревне Вот и какие рога, отрастил, красавец, отрастил рога. Корова в плане. Скажи мне, это у вас ничего не подойдет. Успокойтесь, может, прям все-таки едят. Погладить можно. Красавец, красавец. Попрошай. Козлики. Чешутся. Маленький козлик. Вожак. Сейчас, говорит, рога наточу и вам яйца откручу. Глава успеть убежать. В деревне бабки были эти козы. Ой, от них там бегал. Ух. Ух. Смотри, как прыгают. Привет. Ты же нас не обманешь. Мы шарим. в ламы ходят. Дальше мы живем. Это мишка спит. Тут вон Топтыгина, конечно, закрыли демона. Каждый раз его жалко. Мишка. Издевается над тобой. Супер. Зима спать надо. Такого тоже встретишь в лесу. Он спать хочет. Бассейн его замерз. Супер. Он один? Да. Волчара. Тоже один. Ну, даже много, кстати. Пусть и четыре было. Куда кинтегаса своих ели? Тоже волк в неволе. На одной лапке стоят. Греются. Массажик сходный. Павлин. Мавлин. Эх, дорогой. Какой такой павлин с мавлин? Да, друзья. Да, я не могу сказать. Какой параллельный мостrik? Павлин. Павлин. Павлин Павлин Квежеев Павлин 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 Вспомнил, что напоминает здесь вода, на улице 9 показывает градусов, а вода 38. В Дубае когда были, там вода тоже была 38. Державю прям какое-то. Там книгская баня, турецкая баня, купель, душ. И русская баня, точнее сауна, сауна и баня. Бассейн, вода в бассейне, 8 градусов, в пометении 30. Там термальный источник. В термальном источнике 38 градусов. Опять распаримся, пьем чай с табрецом и пойдем на массаж. Продуманный горячий источник. Больше 10 минут воде находится нельзя, как в Мертвом море. Сейчас чай запьем и пойдем туда на массаж. На улице уже плюс 10 потеплело. Замечательно провели этот день на 8 озерах. Сходили на массаж. Попарились в сауне. Последний день в Алматы. Утром уже улетаю домой. Лечу через Ташкент. Дома очень холодно. Видео мне скидывают. Метель и мороз. Готовься. Опять метель. Опять снег. Хватит тебе солны. А тут ходить больше. Двенадцать часов. С собой в бассейне на сауну камеру не брал. Много людей. Ну и как, сами понимаете, в сауну или на массаж ходить с камерой. Мы доехали до дома уже. Поздно. Рано утром вставать. Никак не могу акклиматизироваться. Московское время и Алматинское время. Три часа разница. Утром рано вставать в аэропорт. И вылетаю в Москву. Вылетаю в Ташкент. Устал за эти дни все. После такого отдыха надо еще один отдых. Вылетаю в Ташкент. Завтра буду днем в Ташкенте. Вот. Были сегодня в этом СПА. В таком отеле. Восемь озер. Радоновые источники. Массаж. Бассейн. Баня русская. Финская сауна. Турецкая парная. Классно там. Лечебные чаи. Такой восстановительный у меня день был. Перед тяжелым рабочим годом. Следующий отпуск. Уже не помню когда. А нет. Помню. Не отпуск будет. А я поеду в Белгород. К отцу на юбилей. Ну все. Ложусь уже спать. Утром рано вставать. Повторяюсь. Утром лечу в Ташкент. До завтра. Пока.